А в Гомельске Державный Театр Лялик сегодня запросили выхованцев детских домов семейного типа. Новогодний раннешник организовала областное отделение Белорусского детского фонда. Свято прошло в рамках доброченной акции «Наши сердце детям». Маленьким же храм региона пропоновали взаимальное подорожье в Каску. Их ждали встречи с любимыми героями и приемные подарки. Дмитрий Котов протягнет. Старт доброченной акции «Наши сердце детям» у региона дали «Першего Снежня». С 20-го распрощались новогодние мероприемства. За два тыдни активисты областного отделения детского фонда и иншие неравнодушные люди своим теплом и клопотом окружили больше за 2500 детей. Пришим половозьих – это маленькие пациенты больниц, яким подчас новогодних святов потребна особливая увага. Мы встретились с Дедом Морозовым и Снегурочкой, с ребятами. Это провели 11 новогодних представлений только в одной областной детской клинической больнице по улице Жарковского. Вы знаете, передать то впечатление даже, наверное, невозможно. Как были дети рады, Деду Морозу забыло о своих болезнях, о проблемах, о том, что они только что плакали, что расстались с родителями. Они хотели читать стихи и читали Деду Морозу. Они танцевали. На новогодний «Ранешнику» театр «Лялик» запросили больше за 300 выхованцев детящих домов семейного типу. Для их подрихтовали текавую забавляльную программу. Кожный смог здесь нецнезабывая под дороже указочный мир и сустреться с любимыми персонажами – Незнайкой, Снежной Королевой, Миньонами, а так само Машей и Медведем. Маленьких удельников «Ранешника» шакали и солодкие сюрпризы от спонсоров. У «Першиню» до акции «Наши сердцы детям» долучилась областная нотариальная палата. Ее-супрационники своими силами зарабили коля ста подарунков. Мы объявили конкурс «Новогоднее чудо». И нотариусы, начиная с августа месяца, готовились к Новому году, делали своими руками новогодние игрушки, новогодние подделки для того, чтобы потом раздать детям. Ну, как получилось. Было очень много. У нас было 37 номинаций только для каждого человека. Но это казалось таким неуемным трудом, потому что делать бумажные документы и делать своими руками что-то новое, как получилось, не знаю, но мне кажется, очень здорово. Я поздравляю всех, кто нас сюда пригласил на эту гомельскую елку. Всех с Новым годом. Я благодарю за эти подарки. Доброшинная акция детячего фонда протягнется до 20-го студеня. Подарунки и приемные уражения отримают еще коляста хлопчиков и девчинок. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокампания Гомель.